Брестская крепость. На протяжении более чем 70 лет мемориал сохраняет свою популярность среди жителей стран постсоветского пространства. Особенно в преддверии таких праздников, как День Победы или годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Уникальный объект фортификации на многие годы вперед стал символом мужества, стойкости, силы человеческого духа, подпитанного верой в свободу и независимость. Здесь практически ежедневно можно встретить туристов из разных уголков мира, разного возраста и национальностей, которые пришли сюда склонить голову у места великой славы. Я помню то время, когда было все в развалинах, все было, вот какое оно было после войны, все же такое было. Вот тогда шли и просто так по крепости нельзя было пройти, вот так разговаривать тогда. И с таким вот затаенным дыханием ходили по крепости. Ну вот эта память осталась, конечно. Это очень знаковое место. Мы приехали с сыном сюда специально с Молодечна. Вот он хотел показать детям, насколько это патриотично, чтобы детям передавать. История крепости начинается еще в царские времена. Однако особенно серьезно она пострадала в начале 40-х. С тех пор прошло много лет. Однако сохранить комплекс сегодня значит передать историческую память будущим поколениям. Именно на эти цели и планируется выделение средств из бюджета союзного государства. На 2018-2020 годы, на три года нам выделено денежное средство для проведения работ по капитальному ремонту, реставрации и музеификации некоторых объектов крепости. Предполагается, что всего работы будут выполнены на 16 объектах. Сумма выделенная в районе 320 миллионов российских рублей. И поэтому уже сейчас мы приступили к освоению этих средств. Реконструкция затронет 16 объектов, в частности юго-западные казармы. Планируется также ремонт 5-го форта, подвалов 333-го стрелкового полка и других важных достопримечательностей комплекса. Одним из объектов, которые планируется также реконструировать, реставрировать, это руины Белого дворца, который для нас является историческим памятником. И, к сожалению, сегодня его состояние не позволяет нам, туристам, показывать сами руины, находясь внутри здания. Ранее, когда-то мы проводили экскурсии по подвалу Белого дворца. Здесь в 1958 году была найдена надпись «Умираем не с ромя, оставленная защитниками Брестской крепости». Поэтому, конечно же, это важный рубеж обороны. К сожалению, на сегодняшний момент консервационное покрытие уже устарело. И мы надеемся, что после переведенной реставрации мы по-прежнему сможем сделать его доступным для посещения туристами. Кроме того, у сотрудников музея уже есть задумки и на открытии нескольких новых комплексов, которые позволят гостям мемориала не только узнать о событиях Великой Отечественной войны, но и о других этапах становления и развития крепости, в частности, в помещении сохранившегося барбакана. Для нас этот барбакан ценен тем, что здесь в период обороны Белийской крепости тоже шли боевые действия, о чем напоминают его поврежденные стены. И на сегодняшний день мы надеемся, что это будет, опять же, расширить, во-первых, доступ к посетителям, потому что еще никогда барбакан не был открыт для свободного доступа наших посетителей. И будет таким своеобразным дополнением к тому, что сегодня мы знаем об исторических событиях, происходивших здесь. Здесь с помощью панорамных экспозиций будут раскрыты различные периоды истории крепости, истории ее строительства, межвоенный период, события освобождения города Бреста, военный период.